Украина – это уникальная страна. У нас есть два моря и удивительные озера, величественные горы и бескрайние равнины, пустыни и зелёные леса, а ещё огромное количество неповторимых сёл и городов. Украина – наш дом, а люди – главное его богатство. Это шоу «Посетите мой дом». Пять героев из разных уголков Украины приезжают друг к другу в гости и презентуют свой край. Участники оценивают презентации по трём категориям. Знакомство с домом. Классно? Да, вообще супер. Угощение в местном стиле. Только в фильмах это видел, но никогда меня так нигде не встречали. Презентация мечты. Ребята, мы должны друг другу помогать. Я бы хотела представить один проект, который бы сближал людей. А я хочу, чтобы здесь немножко такой был райский уголок. Герой, который сумеет получить лучшие оценки конкурентов, получит главный приз – возможность реализации своего проекта. На этой неделе в шоу «Посетите мой дом» соревнуются. Профессиональный знаток города Стрый – Юрий Комарницкий. Титулованная красавица из Николаева – Анастасия Погосова. Фанатка украинской старины – Екатерина Аникеева из Чернигово. Предприниматель из села Буки – майоров Вадим. И экс-руководитель в Одесском торговом порту – Давиденко Роман. Конкуренты уже вынесли свой вердикт Кате из Чернигова, Вадиму в Буках и Юре в Стрию. А сегодня они направляются в Николаев к Насте. Я Анастасия Погосова, мне 43 года. У меня есть титул. Я миссис Global International 2019. Поэтому я титулованная королева, действующая королева красоты. Но Настя гордится не только титулами. У меня трое детей, а еще я была государственным служащим и школьным учителем истории и права. Для меня важно историческое наследие. Это материальная культура наша, человечество. Любовь к истории и красоте у Насти тесно связана с ее городом. Для меня Николаев – это что-то такое дорогое, но вместе с тем очень красивое и очень историческое. Николаев для Насти не только историческое место, а и место женской силы. Есть старинная, очень старинная обсерватория, но на ее месте стоял храм богини Артемиды, богини Плодородины. Смотрите на меня. Я не могу посещать, далеко отлучаться от места мне поклонения. Поэтому я должна быть в Николаеве поближе к своему энергетическому месту. Проект, с которым Настя пришла на шоу «Посетите мой дом», это сохранение исторической красоты николаевской архитектуры и возможность показать ее всему миру. Николаев, он, знаете, как невеста, с которой надо приподнять фату, чтобы все увидели. Участники шоу «Посетите мой дом» встретились на Николаевской набережной. И пока они в ожидании Насти, есть время насладиться гаванью, пришвартованными кораблями и яхтами. «Запах моря, вітер уже так надуває. Просто романтика. Думаю, шо ж на нас чекає?» «Он, бачу, он в флотиле стоїть. Князя якого там?» «Потемкина, напевно.» «Не Потемкина, а Астрийського. Ага. «Да, да, да. Комарницького. Князя Комарницького стоїть, якраз в флотиле. Але дивись, як нас Миколаев приймає. Дивись, сонечко. Та я взагалі тако любила квітка. Я розквітла тут. Це моє. Катя, в северном Чернігові сейчас небось пасмурно, а в Николаеві солнечные ванны практически круглый год. Смотрите, що к нам плывет. О, королева плывет. Я прибыла, як Клеопатра по Нилу, на річному трамвайчикі по Южному Бугу. Именно на таку реакцію і розвитувала николаївська Клеопатра. Настя! О, хто там? Капитан! Хей, пані, не приїдьте пауз. Чуєш, а Настя нас покатаєш взагалі чи ні на цій посуді? Чому так? Решила попантоватися, блин, я не зрозумію. Та попросимо, попросимо. Я думаю, вона взагалі на яхті підпливе. Припливаю на якісь посуді. Конечно, бувший менеджер Одеського торгового порта привык к другим суднам. Але все ж в Одесі нет такого уникального транспорта – водного трамвайчика. Настя, причаливай! Привет! Настя, отчаливай! Если Настя отчалит, вы останетесь без прогулки по Южному Бугу и вкусного угощения в местном стиле. Встречают, машут, радуются, и я им машу, ощущаяся в этот момент, ну, как минимум, английской королевы. Королева! Солнцем, плеском волны встречает вас город на Южном Буге. Мужчины, кто поможет королеве сойти с корабля? Смотри, какую рыбу поймал. Бригантина. Рыба твоей мечты. Рыба моей мечты. Ну что, я рада вас приветствовать в красивейшем Южном городе на слиянии двух рек Ингула и Южного Буга в городе Николаеве. Наши мисто на хвыли приветствует вас. Ура! Это город корабелов и красивейших женщин. Шарфик, эти перчатки, ну, крутезно. А где красивая тельняшка прямо в подлоге? Юра, костюмированные встречи – это твоя фишка. Сегодня гостей принимает Настя, и у нее свои правила. Я выгляжу, как обычно, у себя в городе. В этом-то и разница между быть и казаться. Мне не нужно кем-то специально наряжаться, чтобы быть мною. Все думают, что кроме кораблей нам больше нечем похвастаться. Но сегодня я обещаю, что я вам расскажу много интересного о своем городе. Напоминаю, Настя не только обладательница титула королевы красоты, а и дипломированный учитель истории. Поэтому и факты о своем городе она подготовила самое интересное. Во-первых, Николаев связан с морем. Здесь даже улицы носят названия, связанные со всем морским. Но моря в Николаеве никогда не было. Морской город, да? Морской город? Ну, оказывается, моря-то нет. Так я и так знал. Вадим молодец. Садись пять. Бук и Ингул, они сливаются здесь, образуют широкое русло. И именно это дало возможность построить здесь первую судостроительную верфь. И произошло это в далеком 1788 году. Верфью называют место, где строят суда и ремонтируют корабли. На этих берегах в августе 1790-го был спущен на воду парусный фрегат «Святой Николай». Благодаря этой верфи и появился город Николаев. Николаев есть в космосе. Один астероид назван астрономами в честь Николаева, потому что в Николаеве находится старейшая обсерватория, построена в 1821 году адмиралом Грейгом. А сколько этих Николаевых в космосе? Здесь? А где же еще есть? Сейчас приготовься, Рома. Если бы не было Николаева… Не было бы Николаева вообще. Не было бы Одессы. Одесса была бы всегда. Потому что Одессу построили евреи, живущие в Николаеве. Это все дурня полная. Знаменитый Дерибас жил здесь и строил красавицу Одессу. И тут постарались, понимаешь? Одессу побудовали одесситы. Причем те, кто любит свое место. Не нужно касаться под Одессу. Рома, никто и не спорит. Но в конце 18 века в Николаеве и правда жил основатель Одессы Дерибас в доме, построенном за собственные деньги. На старых планах города строение так и называлось – Дерибасовский дом. Я приглашаю вас на речной трамвайчик. Запомните, заходить на любое судно нужно только с правой ноги. Друзья, посетите мой дом. Супер, дядя, супер. Знакомство с домом с палубы речного трамвайчика – оригинальное решение сегодняшней хозяйки. Свод Южного Буга открывается прекрасная панорама на город. К тому же с этого ракурса можно рассмотреть некоторые местные достопримечательности. Только не забыть бы, с какой ноги ступать на борт. А с какой я ногой зашла? Наче с правой. Уваги до директора баржи, до капитана корабля. Я разумился, потому что на палубу треба заходити, ну, взагалі, чи на бос, босониш, чи взагалі заходити в специальних мешках. Урок морского этикета от Одессита Романа. А Роман так поспішав, Миколаев, що і шкарпетки вже забув. Ну, куди оці ноги під нос нам? Ну, шо це таке взагалі? Хоч би педикюр якийсь собі зробив. Все уселись. Обувь, а кто-то і носки сняли, а тепер полний вперед. А шо це взагалі за така посудня, шо за шкуна, шо за проказ? Это речной трамвайчик. Особенность этого трамвайчика в том, что его строят тоже у нас здесь, в Николаеве. Серьезно? І це електротрамвайчик. Візнання миколаевським хорабелам за хайтичний сонешний трамвайчик. А коли сонця немає, не працює? А в Николаеве сонця на столько много, что только, когда уже совсем зима, и холодно сплавляться по реке, тогда уже он не работает. А на горизонте первое чудо Николая. Это Варваровский мост. В Николаеве два моста, и они оба разводятся. Разводятся поворотом. Видите центральная часть моста? Значит, вот получается. А средняя часть поворачивается и становится вот так. И по фарватеру корабль, который идет на ремонт либо с ремонта, может пройти. Варваровский мост не только уникальный по способу строения, а и самый большой автодорожный мост в бывшем СССР. Сегодня по нему проходит трасса международного значения Одесса-Новоазовск. А еще Варваровский мост – это экспериментальный проект. Это единственный в Украине мост, который имеет горизонтальную разводку с поворотом на 90 градусов. Этот мост соединяет район города центральный с микрорайоном Варваровка. А в Николаеве все из-за женщин или ради них. Потому что этот микрорайон назван в честь жены Сергея Голицына, Варвары, которой он купил эти земли. Ну, о том, что она была племянницей Потемкина, и он в нее тоже был влюблен, как все свои три племянницы, мы не будем рассказывать. Чего? Очень даже пикантно. Да, это пикантная ситуация. В личных переписках Потемкин свою племянницу называл сокровищем, божественной варюшкой и сладкими губками, что не очень нормально, как для родного дяди. Мы подплываем к мосту. И сейчас есть возможность загадать свое самое сокровенное желание. И я расскажу, какая есть традиция, чтобы ваше желание исполнилось. А я, наверное, знаю, какая, значит, может быть, традиция. Можно я уточню? Да. Треба когось выклонить за борт, кого не жалко, правильно? Рома, это не самый честный способ избавляться от конкурентов. Это возле следующего моста. А, доброе. Итак, самое-самое сокровенное желание. Думаем. А теперь, когда наш трамвайчик будет проходить под мостом, внимание, сейчас будет провокация. Королева интриги. И как только мы оказываемся под мостом, чтобы желание исполнилось, нужно обязательно поцеловаться. Наконец-то. Настя, может, тебе кто-то сподобался? Ты решила с кем-то поцеловаться? Сегодня все пляшут под мою дудку. Ведь вы у меня в гостях. И вот речной трамвайчик под мостом. На старт, внимание, целуем. Ну, быстрее. Можно быстро поцеловаться, иначе желание не исполнится. Так, вы как хотите, а я хочу, чтобы мое желание исполнилось. С босиком, да? За дескем босиком. А, Айна покинул. Надо сильно поцеловаться. Иначе не будет. Вадик, не переживай, у тебя есть еще один шанс. Потому что эта традиция работает под каждым мостом, когда под ним проплывают. Две девушки, три парня и капитан. Провокация Настя удалась. Ну, я что-то не понял. Настя, можно вас на секундочку? Да. Я загадал божанья. И даже не одно, да? Да, это работает каждый раз, когда мы пересекаем мост. Если ты загадал победить, ну, целуйся, не целуйся, не сбудется. Можно развернуть эту шкуму, мне сподобалось загадывать божанья. Нецелованным на борту остался только Вадим. Если не считать капитаном, неужели нет заветного желания? На корабликах я люблю плавать. Просто. Слушай, ты на солнце заховалась, их прохолодно так. Ой, а есть пледы? Покажу, покажу. Ой, ой, мист, 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 мист. В отличие от Вадима, у экскурсовода из Стрия желаний хоть отбавляй. Или это просто повод? Постоянно лиза что-то до меня уже. И под мостом только проплывает. Он раз целоваться. Слушай, ну… Прямо сейчас мы проплываем возле исторического места нашего города, которое говорит о том, что Николаеву значительно больше лет, чем верфи. Здесь ведутся раскопки городища Дикий сад и уже точно установлено, что во время бронзового века здесь уже жили люди. Городище Дикий сад является единственным в Украине археологическим памятником времен легендарной Трои. Эти руины кимерийского поселения всего на тысячу лет моложе египетских пирамид. И все это находится в самом центре исторической части города Николаева, вдоль берега реки Ингул. Следующий мост у нас Ингульский. Вадик, аго, прокинься. Он разводится вот поднятием, как Тауэрс. Я? Предпочтение того, что… Ничего себе! У тебя есть желания, которые должны сбыться? Ну что? Я хочу загадать это желание. Двойное. Только не загадывай, чтобы ты выиграл. Дабл чизбургер. Ну что, под мостом проплываем. А меня? Все, наши желания сбудутся. Вадим, ты таки понял, как это работает? Вот что ты загадал? Что ты загадал? Желание, которое должно скоро случиться. Я его не скажу, потому что оно не исполнится. Может, хотя бы намекнешь? Нет, нет, нельзя говориться. Нет, нельзя. Не сбудется. В общем, вы поняли, что Николаев – это город романтики, любви, поцелуев и исполнения всех желаний. Я получил массу удовольствия. Давайте, пожалуйста, название своего места. Один! Трамвайчик плыл дальше по волнам. Что еще ты приготовила гостям? Хочете порулить? Так. Хай рулят женщины. Яхта Катерина светлоносная. Пройдемте к штурвалу. Сести за штурвал – это просто здействовалась моя мечта. Теперь я тут капитан-шеф. Сейчас не рвемся на скалы. Я не понял, как можно доверять человеку, который не имеет права, опыт, навыков. Сести за штурвал. Катюша, только не резко и не посади нас на мель. Катя, ты не зрозумела, в какую халепу ты могла втянуть на всех. Просто не розумела. Сейчас я вам покажу, кто тут тихонь. Как ощущения? Мне очень понравилось. Я вообще бы быстренько дала. Можно? Я бы газку дала. Угу. Мне хотелось, чтобы все порулили по очереди. Но Катя, как ухватилась за этот штурвал, уже его и не выпустила из рук. Может, кто-то и хотел там что-то поводить, покерувать. Но если уже паня села, то она сидит. Ну ладно, рули. Ну, куда пливемо? Ну куда, к счастью? К счастью, да. Прекрасное направление. Классно? Да, вообще, супер. Это Николаев! Висть, что нахвыли? Да, очень круто. Чисто нахвылью. Мне было очень замечательно. Я получил массу удовольствия. Я кайфанул от этой прогулки. Настя подготовилась основательно. Даже для главного конкурента Ромы нашла то, что его заинтересует наверняка. А сейчас мы с вами пойдем на пешеходную понтонную переправу. Так что, в Миколаеве тоже понты? Да, вот наши понты. Один из трех николаевских судостроительных заводов. Кто вообще до Николаева видел, как чинят и строят корабли? Я уверена, никто. Как раз на цьому плавдосе стоит корабель, который зараз ремонтуется. Зашел на ремонт. Зашел на ремонт, это корабль украинского флота. Да, крута тема. В Одессе такого плавдока, может быть, нет. Кстати, интересный еще факт, что броненосец Потемкин тоже был построен в Николаеве. Серьезно? Да. Ого, круто. Князь Потемкин-Таврический, броненосец Черноморского флота, был спущен на воду в городе Николаев в 1900 году. А легендарным он стал после черно-белого немого художественного фильма «Броненосец Потемкин». Какой же город невест без памятника невесте? Следующий пункт назначения – Николаевский дворец торжественных событий. Сначала поцелуи под мостом, теперь ЗАГС. Настя, к чему ты ведешь? Мы идем в ЗАГС, и что же здесь будет? Кого мы здесь сейчас поженим? Одного претендента я знаю. По всей земле собрали невест, самых красивых, самых интересных, и привезли в Николаев. Выстроили две шеренги, с одной стороны женщины, с другой стороны мужчины, и палатки, в которых были священники, и венчали сразу. И по команде мужчины побежали за женщинами, и какую себе невесту схватил – стой и женись. Такая инициатива принадлежала князю Потемкину, чтобы удержать строителей города и верфи в Николаеве. Такие массовые свадьбы получили название «Потемкинские свадьбы». Так Николаев стал городом невест. У каждого свои тараканчики в голове. А почему был такой ажиотаж? Потому что вместе с невестой, мастеровой получал, самое главное – свободу. Большинство из них были крепостные. Если кто-то хочет дождаться своего жениха, а я среди вас не замужем, нужно потереть пальчик. Вот Настя рассказала нам про цей обряд, что там натерти пальчик треба. Это же никто не натерает. Воно натерает, оно блесчит. Никто же ничего не делает. Это все, мабуть, просто рассказывают. Бойки! А я знаю другую легенду. Если ей почухать пятку, то можно удружиться. Серьезно? Да. Роман, ты будешь сажать тебя перед каблучником и что-то там... Ну, а я готов изговорить. Ну что, Вадим, где будем тереть? Нет. Это к Ромщику. Это он. А что же делать парням? Если кому-то вдруг понравилась какая-то девушка в Николаеве, смело хватайте ее и обносите вокруг невесты. Она будет ваша. Вадим доволен поездкой на водном трамване. Рома оживился, увидев плавдок. Теперь очередь еще за одним конкурентом. Романтиком-экскурсоводом Юрием. И памятник невесте точно его тема. Скориставшись этим обрядом, я решил объединять Катерину. Пока что мне только одна понравилась. Не, Юрчику, забудь. Не до меня эти вопросы. Катя, ты не хочешь, чтобы он забоевал твое сердце? Вот Катя? Да, она нет, нет. Но стрийский романтик, как он сам себя называет, не сдается. Так захотелось тепла. Так захотелось когось подняти, поносить. Можно вас? Вы хотите замуж? Да. Хочете иметь любящего, богатого, щедрого человека? Да. Зараз в цю хвилину все сбудется. Вот это как визунчик. Вот это визунчик. Так, королева. И-и-и-па. Все. Юра, Юра, красава. Николаев город Невест. Да, бласкитайло. Свадьба, свадьба. В жизни только раз. Все. Может два, а может. Девушка, вам обязательно повезет любви. Схопи вот все, понися ей. Она не знала, на что подписывается. Он таки нашел девушку, которая согласилась. Ох, ты ловилась. Девушка, ну теперь вы обязательно выйдете замуж. Сто процентный результат. В семи роте тебе обоисково повезет. Ахахах. Захотел и зробил. Рома щекотал невесте пятку. Юра пронес незнакомку вокруг скульптуры. А Вадим... Не моё это, не моё. Как говорят в Николаеве, на нет и судна нет. Закончить знакомство с Николаевым Настя решила возле своего дома с многолетней историей. Это такой был престижный городской квартал. Улица выходила на Адмиральскую. Улица Адмиральская соединяла дом Адмирала с Адмиралтейством. А вот и мой дом. Ого, круто. Он у тебя такой старенький-старенький. А сколько ему лет? Ему почти 200 лет. Я хотел увидеть именно какое-то такое помпезное здание. А он такой, ну, это одно название. Это не... Это, конечно, не Букский каньон, которому 2 миллиарда лет, но не спеши делать выводы, Вадим. Вы представляете, что видели эти стены? Здесь были сиятельные бароны, графы, прекрасные дамы, морские офицеры, адмиралы, писатели, поэты, балерины, актрисы. Я считаю, что он достоин даже быть защищен ЮНЕСКО. Ну, просто не знают его архитектора. Кажется, если был бы известен архитектор, и это был бы кто-то очень знаменитый, то дом бы тоже охранялся ЮНЕСКО. Поскольку это памятка архитектуры местного значения, я не имею права сама реставрировать фасад. Эти дома, они, ну, они как хрустальные вазы, они как сатуэтки старинного фарфора. Они требуют бережного отношения, и к ним нужен другой подход. Я хочу, чтобы вы переступили двери этого дома и почувствовали его дух и его историю. Пойдемте. В своей квартире Анастасия постаралась максимально сохранить атмосферу тех времен. Сохранился камин, и вот корона этого камина сохранилась в первозданном состоянии. Внутри этот камин деревянный и мазан глиной, поэтому зажигать его я боюсь, чтобы не сжечь весь дом. То не камин, то, блин, такая. Я зажигаю в нем свечи, это у меня свечной камин. Послушай, так ты у нас княгиня здесь, в таких хоромах. Вадик, бери выше. Королева! Вот так уже лучше. Вот так здесь и было когда-то, когда эти двустворчатые двери распахивались, и можно было по всему первому этажу дома пройти в бальной мазурке. А где танцы, Настя? Играли вальсы, свечи были зажжены, въезжали кареты в широкий двор. Настя тяжело скрывать свое восхищение и увлечение историей своего города и своего жилья. Дом, как и люди, он со сложной историей. Он пережил революцию, он пережил Первую мировую войну, он пережил Вторую мировую войну. Дом с испытаниями. И у меня судьба же сложная. И вот мы похожи с ним. Все мои морщины, шрамы, это тоже все моя история. Для презентации мечты далеко идти не пришлось. Прямо в соседнем дворе, у такого же старинного дома, как и ее собственный, Настя презентует свой социальный проект. А мне бы хотелось, чтобы возле каждого такого дома была установлена табличка с QR-кодом. И желающие гости города, просто горожане, могли бы узнать историю этого дома. Я хочу обратить внимание людей на исчезающее наше культурное наследие вокруг. На эти старые дома, на эти старые традиции. И хочу рассказать людям о Николае. Для меня, как историка, это важно. Если сегодня это мы развалим, мы такое уже не построим. Итак, проект Насти – это мобильное приложение, которое позволит, отсканировав QR-код, узнать всю информацию об историческом месте или доме. Очень даже хорошее, потому что дома сносятся, а здесь остается память об этих домах. Молодец. Мы в себе вместе уже почали ознакомывать старые строители QR-кодами. Так что мы уже на пів року попереду Миколаева. Главное переживание Насти, как почитателя красоты и истории, в том, что фасад ее любимого города может превратиться в обычный и невзрачный. Можно фасад заштукатурить, всю эту лепнину сбить, убрать, вставить металлопластиковые окна и обезличить. Не все горожане понимают, какая жемчужина каждый такой дом. И относятся к ним сами видите как. Я считаю, что такую архитектурную спадщину нужно поддерживать физически, а не домальовывать это в графике. Прежде чем будет красоваться табличка на фасаде с этим QR-кодом, фасад тоже нужно подготовить. И я надеюсь, что вы мне, друзья, поможете. Вот для этого нужны шпатели и перчатки. Настенька, я готов украсить, щекотурить, сдирать, мыть, убирать. Я в полном твоем распоряжении. Потому что Настя кто? Королева! Ну что, в порядке? Ну да, вперед, давайте вместе, дружно. Освободить фасад этого дома от рекламного мусора – это тот минимум, который могут сделать участники в помощь Насте. Кто не встал, не сложил руки, не сказал «я не буду». Мне на боке нужна такая хорошая бригада, которая мне там поможет все сделать. Слушай, мы у тебя в Буках нормально поработали, теперь поработаем в Николаеве. Да, да, но верди, но верди. Классная бригада, я рекомендую. У меня там не получается взагалі выдать, выдать. Треба Катерину попросить. Я взагалі в гости приехала, а тут довелася маляром якимось бути. Дамо друге життя історичным спорудам. Боже, які ми молоді. Ось хтось був на свинячого, а ми все прибрали. Отличний пример для подражання. Дом і правда преобразился. А всього-навсего нужно було тільки пару рук, пару інструментів і пару минут. І такий прекрасний результат. Большое спасибо за те, що допомогли стати мені ближе к своїй мечте на один шаг. Мрія, як такова, не погана. Але це не твій рівень. Ідея благородна. Але самими QR-кодами старі будинки не врятуєш. Уже в знакомому інтерьере. В апартаментах королевы Анастасії гости ждут презентации угощения в местном стиле. От того, насколько уникальними і самобытними будуть блюда, зависит її оцінка і судьба мечты в цілому. В Николаїві відкривався пам'ятник адмиралу Грейгу. І по цьому поводу був прийом в Адмиралтействі. І вот ніяке блюда з цього меню, я зробився до наших днів, я сьогодні попыталась повторити. Давайте розбираться. Адмирал Алексей Грейг був главнокомандуючим Черноморського флота і губернатором Николаїва. Для свого міста він не жалел ні времені, ні денег. Построил обсерваторію і бібліотеку, портове сооруження і учільща, проложив тротуар і почав роботи по освіщенню вулиц. В благодарність в 1873 году йому відкрали пам'ятник. І Настя утверджає, що блюда приготовлены по меню тех времен. Давайте посмотрим, що на столі. Із закусок подавали фаршмак, булочки ржаные, ікру із синеньких. Камбалу, обязательно пирожки з вишнями, жареные. Болгарський перец. Тоже жареный. Котлетки, свиноговяжі, кнутики. Сало кинбург. Сало, которое солиться морской кинбургской солью с кинбургскими травами. Немецкую капусточку с мяском копченым. После утомительной экскурсії глаза гостей светятся от счастья і нетерпенья. Только Рома что-то не весел. Ми завтра будемо в Рому, і він вже, у нього всі козыри повибивали. Фаршмак одеський вже не буде. О, слушай, фаршмак вообще приготовлено по старинному семейному рецепту. Це ж не миколаївське блюдо, це одеське блюдо. Нехай плачет в кастрюлю і думає, що йому приготувати. І, звісно ж, шедевр николаївської кулинариї, то, що не подають нигде. Неколаївський борщ з бичками. Этот борщ готовили здесь ще со времен казачества. Главним інгредиентом которого являются річні бички, які обжарюють зарані. Борщ з бичками – це якась фігня. Який борщ, які бички, вони ж взагалі не сумісли в принципі. Це завжди варили здесь рыбаки. Они приходили домой, а жёны подавали їм вот такой вот борщ. Я оцінив то все, але вот з бичками, щось борщ – це український борщ з одеськими бичками. Можна я попробую? Це – ніколаївський борщ з ніколаївськими бичками. Не слухай, не слухай його. Хозяїшка. Взялось, згребла все зі столу, насипала в одну кастрюлю, сказав, що це борщ, їште, будь ласка. А ви такі причвакуєте, блин, і думаєте, що це, блин, дуже круто, блин. С вашого позволення отведаю. На здоров'я. І вишневий компот наливаємо. Вадіб, ти як згодного краю, блин, друже, блин. Он мене восхитил. Це був замечаний рецепт. Кухарку, извините, сегодня отправила. В выходной, горнічну тоже. Тому дама зараз переоденеться і через 5 минут буде. Настенька, ти прямо такі хазяюшка в цьому фартухі. Очень хорошо ти выглядеш. По количеству представленних блюд Настя уже дает фору черниговскому столу, фасолевому меню із струя і даже пиру в боках. Но главное не количество, а то, сможет ли хазяйка удивить своих гостей уникальностью николаевской кухни. А ще перед вами лежит гасакузка. Це французський паштет, тому що французів було теж немало. С вареньем із лука, с карамелізованним луком. Город Николаїв основували багато людей. Кожен сюди приїжджав і привозив частичку себе. Тому ми за цим столом можемо увидеть частичку культуры кожного народа. Блюд багато, а ножей мало. Одеситу Роману опять не угодили. Ему нечем разрезати булочку, щоб намазати її форшмаком. Мяса ж за столом нет, какой тебе нож мясной, дорогой мой? Не, ну форшмак мазаю. Форшмак мажут рыбним ножом. Паштет мажут тож. А разрезати булку ще? А булку зачем резать? Маленькими кусочками отламывай, намазывай цмаку. Окей. Що, Роман, в аристократическом інтерьєрі не хватає аристократической сервіровки? Аристократи взагалі їдять мінімум 20 приборами. 20 приборів. Там є даже вителочки для устриць. Дорога наша хозяюшка. Дуже смачно. Тепі нравяться? Ти сьогодні богиня. Він так наяривав взагалі капець, чуєш? Я не встигав дивитись, як він то самолотить зі стола. Думав, шахна, блін. Нічого ніколи не залишиться кримньово, блін. Заспокійся, дружок, кудасто, я вам баблін. Да, пожрал. Вадим, де ваші манері? А як кажуть загалі в Миколаїві бічки і бічки? Бічки. В Одесі говорять бічки, а в Николаїві говорять бічки. Побувави. А бывшему начальнику одесського порта все не так. Или це у тебе тактика така, щоб нарошно снизити оценки? А пока Рома бурчит, Юра обратив внимание на один із елементов декора. Фотографія. Це приємно. Дякую. Тобі ще Моніка Белуччі. Настю сьогодні хотіла сподобатись. Я виграла міжнародний конкурс красоты. А тут можна трошки детально. Так, я Місіс Глобал Інтернешнл 2019. Це конкурс красоты для женщин, які старше 40 років, ніж джизму, і не вписуються в обычні параметри 90-60-90. Із-за пандемії титул свій я не передала. Так що действуюча королева красоты. В наших серцях ти королева. Вадім, на біс! Королева! І на десерт. Визитна карточка нашего города. Николаївський десерт. Отличається від всіх інших наполіонів. Тим, що у нього є слой соленої карамели і абрикосового джема. Настя, а ти мені скажи, а там бічки є? Нет, здесь бічков нет. Питання. Чому? Тому що це десерт Рома. Торт був замечательний. Він мене просто добив в кінці ужина. Я вже знаю, що ми отримаємо в Одесі. Все, що є на привозі. Кучу міксеру. Юрко, слухай, бін. Ви ти ся чемно в такому колективі такому чемному? Серйозні люди. Каждому із вас я хочу подарувати вот таку футболку на пам'ять о нашому місті. Угу. Круто. Супер. Чашечку для вечеров за чаем о воспоминанні, о нашій програмі і о нашому місті. Настя, розмір має значення. А куди я це в Діну? На яку частину тіла? Ну, Настя, ти що, підколола чи що? Втягиваем все в себе і натягиваем все на себе. Що я вам скажу? Запрошую вас до себе в Одесу. Це буде шикардос. На базі торпедних катерів і атомних авіоносців відвідайте мій дім! Дякую! Посмотрим, посмотрим, Ромачка. Добре. Завелі в Одесі. Це буде просто розрив просто вкусових рецепторів. А сейчас конкуренти выставять Насті три оценки. За знакомство с її домом, городом Коробилов і невест Николаївом, за угощення с містним колоритом і за презентацию її соціального проєкта. Я знаю, як принимати гостей. Для мене було важним, що вони увидели, що в Николаїві все не так, як обычно. Це не рутинний город. Все участники шоу «Посітіть мой дом» хотят победити. Особенно, коли до фінала остається всего один день. Ведь только победитель недели получит поддержку в реализации своєго соціального проєкта. Не помешає ли це конкурентам ставить честные оценки? Предприниматель «Избуков» Вадим, кажется, был очень доволен днём в Николаїві. Та ж вперві поработал, а не смотрел, як це роблять інші. Але є одне «Но». Каждаєй із нас хочеть победити. Ми всі заряджені на победу. Так, яку оцінку поставиш за презентацию дому? Я з чистим сердцем ставлю «пятерочку». Сегодня был самый лучший ужин. Пять. Мечта достойна своєї реализации. Пятерочка. Романтичний екскурсовод із Стрия Юрий Был очарован Николаївській королєві красоти Ещё з першого дня. Значить, і оценки поставиш королєвські. Какую за презентацию дому? Мені не вистачало видовищності. А угощення як оціниш? Комфортно, красиво, душевно, але забагато. Кажеться, Стрийський Ромео Рішил перед фіналом обойти всех конкурентов. І явно занижає оценки. Как тебе мечта? К'юар-кодами будинки важко зберегти. Черніговська хранительниця традицій Катя була в восторге і від управління річним трамваєм, і від ізисканних апартаментів Насті. Я ставлю п'ять за презентацію дому. Мені сподобалось все. Вечеря була просто бомбезна. Дякую, Насті. А вот Настин проект Катя критиковала. І як його оцінят? Три. Тому що наче-то і цікаво, але я не бачу такої суспільної користи в цьому. Бувший менеджер Одесского торгового порта Роман сьогодні даже немного смягчился. І нередко улыбался. Повлияє ли це в лучшую сторону на оцінки, учитывая, що він вважає Настю своїм главним конкурентом? Презентацію будинку – тверда четверочка. В принципі, нічі не здоволувала, але ти старалась. Поча критикував Настя, але ти дуже сильно старалась. Тверда п'ятірка тобі заїжджу. Молодець. Твоєю потужністю, Настя, цю мрію ти можеш здійснити і взагалі без цього проєкту. Так що мрія така суть. Досить скромна. Настя старалась угодити сьогодні всім конкурентам, підготовив саму разнообразну программу, за що і получила хороші оцінки. Уже завтра ми узнаємо, хто победит в цій гонці за главний приз і реалізує свій проєкт. Уже завтра четверка участників відправиться на море в колоритну Одесу в гості к бывшему менеджеру одесського порта. Я вам не скажу за всю Одесу. Рыбачка Соня з вас не выйдет. Это хорошо. З вас іскостя никакой, я вам так скажу. Он покажет им город таким, яким видит його сан. Треба його поцілувати. Цілують. Молодець. Корейше, все, що ми зловимо, то ми будем вечером їсти. А також він презентує свою чисто одеську мечту. Дякую за перегляд! Дякую за перегляд!